Начала делать сайт для продажи своей консультации, но не знаю, что написать о себе. Смотрю сайты конкурентов, у них там куча сертификатов, тысячи клиентов и отзыв. А еще я новичок. Что мне писать, чтобы не врать и не выразить хуже, чем другие? Лучше написать правду и обратиться к грамотному маркетологу, копирайтеру, чтобы это все приукрасить. Ну, допустим, вы любящая жена и мать двоих чудесных детей. Почему это не указать? Почему не указать ваше образование, либо ваше предпочтение, ваши… То есть можно настолько вкусно запаковать вас о вас, что получится классно. И очень часто люди реагируют на это. Не на кучу сертификатов, а именно на вашу человечность. Понятно, что написать что-то о себе – это тяжело. Пусть другие пишут. Но вы же можете начать писать книгу. Можете? Можете. Поэтому можно добавить автор книг или автор статей. Написали статью, вот вы уже автор статей. Вы начинаете делать курс глобальный. Это ошибка. Надо делать маленькие курсы, и тогда вы будете уже автор курсов, который помогает там женщинам, либо там мужчинам. Ну, ваши курсы, наверное, помогают. То есть здесь нельзя сказать, что пишите так и так и так. Каждый человек индивидуальный, каждый специалист индивидуальный. У каждого есть… Представьте, что вы булочка с изюмом. И вот у вас есть изюм. Задача эксперта, другого эксперта – найти тот изюм, что будет интересен для ваших потенциальных покупателей. Найти тот изюм, который можно показать. Потому что задача крутого маркетинга – это скрыть то, что неприлично, и вознести то, что можно вознести. Поэтому нанимайте себе нормальных экспертов, нормальных копирайтеров, группу и просто поставьте себе бюджет и цель. То есть, да? То есть, я хочу сейчас написать страницу о себе сейчас. Ну, на данном промежутке времени. Страница о себе через год и страница о себе через пять лет. Это будет ваша такая планка целей. Идите к ней, напишите, и вам будет к чему стремиться. И если вы это еще сделаете в классную оболочку, то будет вообще хорошо. Пара-бара-бам. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Добавил субтитры Алексею Дубровскому! Продолжение следует...